Приветствую тебя, уважаемый зритель! Сегодня мы посмотрим бой на американском среднем танке 10 уровня M48A5 Patton. Данный танк славится своей практически эталонной стабилизацией орудия, несмотря на не лучшую его точность в нашей игре. Кинуло меня в топ списка без артиллерии на практически самую излюбленную игроками для блокировки карт Аэродром. В какой-то момент у меня данная карта также находилась в блоке, но со временем я все же научился на ней играть, и при определенном везении тут можно показывать отличные результаты. Так как меня забалансило в ультратоп, я буду отыгрывать как можно более агрессивно на центре, используя отличные углы вертикальной наводки орудия и условно бронированную башню. Наш EBR показывает раскатку. Замечаю, что Суперкони едет на другое направление, соответственно, на центре я буду себя ощущать довольно-таки вальяжно. Осторожничаю, потому что видел я, что на полке светился EBR, соответственно, он может контрить мою позицию, а оттуда идет прямой прострел. Также туда подъезжает Центурион, я еду и пытаюсь дать по нему урон, но он, к сожалению, закатывает за камень. Пытаюсь подловить Шкоду, так как он подставляется периодически. Но, но... Замечаю, что на балкон подъезжает еще и поляк. И здесь уже нужно быть вдвойне аккуратным, так как можно здорово подставиться, собственно, как это делает наш ЛТ. Вижу, опять Шкода подставляется, выезжаю дать ему урон, замечаю, что по мне стреляет Эмиль и заряжаю кумуль, чтобы стабильно пробивать его в башню. Эмиль заезжает, я даю вон EBR подставляющемуся. Попадаю в Эмиля, пробиваю. Эмиль на КД и вижу, что на другом фланге АФК-54. Замечаю, что на другом фланге у нас начинается пуш, точнее, со стороны соперника. Но, вроде бы, наши союзники потихоньку отстреливаются. Даю урон Шкоде, но подставляюсь, и мне Центурион ломает боевую вкладку. Обязательно чиним. И даем в ответ Центуриону. Аккуратно я пытаюсь отыгрывать, так как еще непонятная ситуация. И счет может измениться в любую минуту. Светится поляк, подъезжает. Я пытаюсь его пробить, но снаряд не залетает. Поляк решает со мной поперестреливаться. Я, в принципе, не против, так как с моим пробитием я его спокойно буду пробивать башню. Даю урон. И здесь также с ним перестреливается наш ПТ на Тартосе. Снаряд не залетает в поляка. Здесь я выцелюю и ставлю его на каток. Подставляюсь. У меня снаряд не залетает. Поляк дает мне... Также не залетает в Центуриона. На самом деле много я времени теряю здесь. Но поляка, поляка добирают. Счет уже 5-2. Урона у меня не так много. Я собираюсь пропушить тот фланг по линии Джей и замечаю, что здесь начинает в ответ пушить 705-й. Ставлю его на каток. Здесь на самом деле стоило бы зарядить подкалиберы. Но так скажем, в полу боя я про это забыл и не даю уехать с позиции. Почти флоу 805-го я собираюсь. Здесь мы видим в действии замечательный движок нашей игры, где прицел скачет. И к сожалению с данным нюансом разработчики по-прежнему справиться у нас не могут. Еду я на Эмиля. Нужно его добирать. Нам союзники маякуют, что на дальке линии J кто-то стоит. Собственно говоря, вот светится СУ-101. Не пробиваю я Эмиля. И здесь уже добираю его. Несмотря на хороший обзор Паттона, я не высвечиваю ПТ. Видимо, у него прокачано хорошо маскировка. Но все равно осторожничаю и знаю, что он скорее всего стоит там. Вот ПТ светится только после выстрела. Даем ему урон. Соперник наш неграмотный, так как стоит и пытается со мной перестреливаться. Хотя я стою от башни и мне он не представляет никакой угрозы. Блайнд у меня все же зашел в сушку подсветившегося. он в очередной раз подставляется. А я в этот момент перестреливаюсь с ТВП. ТВП пытается раздать барабан, но у него не хватает ВН и он в очередной раз ошибается. И я его наказываю. Добираю я ПТ и потом забираю и потом не успеваю добрать ТВП. Светится 704 даю ему урон он меня также целит но видит что вряд ли он попадет в меня и соответственно дает урон нашему союзнику на льве. Здесь наши союзники немного замешками и не могут справиться со Шкодой. Я им в этом помогаю добираю Шкоду и еду уже на объекты. Счет 13-11 уже победа. Осталось добрать остатки вражеских сил. Еду аккуратно объезжаю так как объект может дать альфу может дать поджог но здесь я его обманываю резко появляюсь и добираю объекта. Замечаю что давно не светился вражеский ЛТ-вод и еду в точку где он светился последний раз ну мало ли может быть он там спрятался и бедняга боится ждет своей участи. Наш бараск тоже пытается его найти чекает дальние квадраты и здесь собственно говоря мне везет нахожу я бачата перевернувшегося даю им урон и добираю вынужден заметить что союзники почувствовав явную победу подрослабились и даже не стали ехать искать давно не светившийся легкий танк соперников я говорю про нашего бачата в квадрате g7 возможно он кстати тоже перевернулся ну подведу итоги в данном бою было показано на что способен паттон в топе списка без артиллерии и как результат 6 фрагов войн 9000 урона да снаряд у меня залетел в отсветившегося противника поэтому не весь урон отображается на панели спасибо за просмотр ставь лайк если понравилось видео подписывайся на канал успехов и пока